здравствуйте мои дорогие подписчики и просто сошедшие на мой канал я будучи уже в своем преклонном возрасте очень хорошо знаю как работает мозг и как он забывает и как ему трудно сосредоточиться и увы это наблюдается не только в моем возрасте а я напомню что мне уже 64 года но и в более молодом на что я вам говорю вы сами знаете что с годами все труднее сосредоточиться и запомнить и собрать мысли в кучку мы постоянно оздоравливаем себя упражнениями для тела то усиливаем гибкость позвоночника чтобы улучшить свое самочувствие то растягиваем мышцы стараясь убрать спазмы застои даже делаем упражнения для лица чтобы стать красивее и моложе а вот человеческий мозг не имея мыслительной нагрузки стареет гораздо быстрее особенно это заметно в зрелом возрасте поэтому очень важно тренировать свой мозг и не мне вам рассказывать в чем польза от тренировок мозга любая тренировка будь то изучение иностранного языка игра на музыкальном инструменте компьютерные игры зубрежка стихов все это стимулирует нервные клетки для образования новых нейронных связей в мозге человека существуют триллионы таких связей которые которые позволяют чувствовать нам каждую клеточку своего тела которые держат в активном состоянии наше мышление и чтобы формировать новые нейронные связи надо постоянно учиться чему-то новому необычному для себя например учиться есть и чистить зубы левой рукой я уже говорила об этом предыдущих своих выпусков но я не устаю это повторять например учиться играть на музыкальном инструменте поменять привычный маршрут до работы на новый какой-то маршрут бывать на выставках посещать музеи и я повторюсь я уже говорил об этом если вам интересно вы посмотрите мои предыдущие выпуски но вот вы знаете ученые из индии чего куксу и нашел простой и доступный для всех метод образования новых нервных связей в головном мозге по его утверждению достаточно несколько минут в день выполнять всего лишь одно упражнение которое стимулирует работу обоих полушарий головного мозга ну и конечно западные специалисты взяли на вооружение эту методику эта методика простая и очень уникальная это йога для мозга подобное упражнение мало известно среди обычных людей но при этом достаточно популярна в индии систематическое выполнение способно повысить потенциал мозга во много раз и эффект огромный эффект от этого упражнения это достаточно простая методика позволяет достичь следующих результатов увеличить возможность интеллекта обострить концентрацию памяти и синхронизировать деятельность головного мозга и это очень даже немало давайте посмотрим как выполнять эту йогу это упражнение лучше делать по утрам чтобы получить заряд бодрости для мозга на весь день специалисты йоги рекомендуют перед выполнением этого упражнения посвятить несколько минут медитации течению разума и наполнению тела энергии земли но можно обойтись и без этих техник это упражнение практикуют даже с детьми болеющими аутизмом и без медитации упражнение дает очень хорошие результаты давайте попробуем вот встаньте удобно ноги поставьте на ширину плеч это будет исходное положение язык прижмите к поверхности неба ближе к верхним зубам как будто вы сейчас собираетесь произнести звук л теперь пальцами левой руки возьмитесь замочку правого уха таким образом чтобы большой палец левой руки был на наружной стороне а указательный палец на внутренней правой же рукой возьмитесь замочку левого ухи ухо руки на груди образуют перекрестие следите за тем чтобы правая лежала на левой а не наоборот следующее упражнение налаживает связь между левым правым полушариям мозга данное упражнение в социуме очень хорошо известно под названием йога для мозга это упражнение имеет колоссальные значения для гармонизации полушариям мозга очень продуктивное и сильное для этого нам необходимо одной рукой дотронуться до одного мучка уха точно так же а другой до второго обычно сначала берется доминирующая рука потом вторая но это не принципиально и суть упражнения заключается в держание мочек ушей и приседания на вдохе мы присаживаемся совершая вдох через нос а на выдохе через рот мы поднимаемся вдох через нос присаживаемся встаем через рот выдох на продвинутом уровне можно добавлять фокусировку внимания в центре головы шишковидную железу ориентировочно находится межбровье родничок и на пересечении этих осей фокусировка внимания в центре головы и точно так же мы дышим и присаживаемся но цель не отвлекаться от фокусировки в шишковидную железу стопроцентная твердая концентрация не отвлеченная ни на секунду упражнение выполняется минимум 10 раз норма 50 можно разбивать на подходы а либо утром 10 потом еще 10 и так далее но достаточно 10 раз выполнять и уже через две недели вы заметите как ваши способности ясности внимания бдительности памяти будут увеличиваться если есть сложности с приседанием делайте полу приседания но главное следите за своим дыханием приседая делаем вдох выпрямляясь выдох важно не нарушать положенную технику выполнения этого несложного упражнения само упражнение направлено на то чтобы прокачать клетки головного мозга и повысить его нейронную активность это упражнение полезно всем и возрастной категории людей страдающих болезнью из геймера и студентам школьником чтобы повысить работоспособность мозга концентрацию внимания и улучшить свою память американские школьники выполняют это упражнение не скажу регулярно но есть такие школы и преподаватели практикующие йогу для мозга среди детей говорят что школьники становятся умнее и быстрее запоминают новый материал и что дети стали учиться гораздо лучше в америке это упражнение называет супри йога для мозга специалисты считают его простым без лекарственным методом увеличения ментальной энергии и посмотреть какие принципы действия сама техника построена на этих принципов на каких принципов ну во первых это акупунтура мочки уха которая соответствует головному мозгу правая мочка позиционируется как левое полушарие а левое как правое зажим правой мочки уха приводит к возникновению соединения энергии и активизированию левого полушария и гипофиза подобные манипуляции с мочкой левого уха приводят к активности правое полушарие и шишковидную железу упражнение йога для развития мозга на первый взгляд кажется немного надуманным и странным а вот американские ученые нашли подтверждение своим словам сделав электроэнцефилограмму головного мозга до занятия и после которая показала что правое и левое полушария синхронизированы это несложное упражнение может помочь каждому человеку независимо от возраста занимаетесь и оставайтесь здоровыми и здравомыслящими до глубокой старости ну а я по обычаю в конце ролика показываю вам полезный совет пусть он не относится к теме данного ролика ну вдруг кому-то пригодится всем пока пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok